Следующий наш доклад. Я приглашаю Максима. У него доклад про GraphQL. Итак, всем привет. Как уже сказали, меня зовут Максим. Работаю я в Никсах около двух лет. И за это время успел поработать с GraphQL. О том, что это такое и как начать это использовать, я сейчас расскажу. Итак, все мы знакомы с вот такой вот ситуацией. Когда у нас есть API. Вот такой вот он красивый у нас. И мы хотим достать один несчастный какой-то комментарий. Вот. Мы пишем API, пишем его в версию. Обычно это очень огромные числа. Вот. Пишем users, ID-шник юзера, пост, ID-шник хвоста и комментарий. Вроде бы окей. Мы все к этому уже привыкли очень хорошо. Это все знаем. И казалось бы, что здесь такого? Но, во-первых, это вот эта штука. То есть у нас всегда версии API. Одна, две, три, пять и вообще до бесконечности. Каждый из них нужно поддерживать. Вот. Потом. Что происходит, когда мы хотим завязать какой-то публичный API? Например, в контакте. Мы берем, стучимся на API, какого-то, допустим, мы знаем ID-шник юзера. Мы стучимся на API, получаем сначала юзера в массив. Получаем какого-то, хотим, мы узнали из этого массива, какого-то юзера определенного, который нам нужен. Мы говорим, дай нам, пожалуйста, юзера N с ID-шником N, дай его посты. Вот. На что нам возвращается массив постов? Дальше. Что у нас происходит? Мы идем к этим постам и говорим, дай нам посты определенного комментария. Вроде бы опять все окей. Но представим, что нам нужно вытащить какое-то количество постов. Допустим, 20 постов с комментариями. И у каждого из этих постов есть три комментария. И у нас получается 20 запросов на пост и еще 60 запросов по комментарию. Конечно, это самый ужасный случай. Обычно это все оптимизируется как-то. У нас есть, например, вот такой вот endpoint, API, бла-бла-бла, пост, вис-комментс. И, пожалуйста, дай количество последних комментов. Здесь я еще забыл добавить ID-шник поста. Но это неважно. Но, опять же, не можем же мы делать каждому такому юзкейсу, какому-то кастомному, свой endpoint. Вот. Ребята из Facebook, все мы их хорошо знаем, они тоже сели такие, блин, ну у нас же дофигища инфы, нам нужно очень много всего доставать. И они начали думать. Во-первых, у них существовал на тот момент подход mobile first. То есть они изначально педалили под мобильные приложения, вот, или мобильную версию сайта, потом уже думали о большой версии сайта. Ребята из iOS-отдела говорят, давайте мы предложим вот такую вот штуку. То есть и они предложили концепцию, первый прототип, который впоследствии стал GraphQL. Первое, что нужно уяснить, GraphQL — это не база данных, это не хранилище, это ничего такого, это просто спека. Спека, которая говорит нам, как нам подружить клиент с бэкэндом, чтобы они общались максимально эффективно. Почему GraphQL? Что такое вообще Graph? То есть все мы учили математику, ну, большинство из нас, и все представляют, что Graph — это набор вершин с соединениями между ними. Тут плохо видно стрелочки, это соединения, edgy. Вот. Graph — это вполне себе такой природный способ отображения данных в социальных сетях. Все юзеры между собой связаны, и каждый юзер имеет каких-то друзей, подписчиков, прочих чуваков. Здесь это отражено. И то есть в соцсети очень лаконично отобразить это все через какой-то граф с вершинами. Итак, GraphQL — это очень быстро, и чтобы вы понимали, что это не что-то такое массивное, какая-то штука, которая сломает все, что у вас есть на данный момент. Это очень лаконичная и быстрая вещь. Так, что такое, как он себя представляет в прикладном варианте? То есть как мы это используем? Если в классическом REST мы пишем какую-то строку запроса огромную и получаем какую-то сущность там или набор сущностей, то здесь мы описываем полностью все, что мы хотим для конкретной нашей вьюхи. Представим, что у нас есть какая-то страничка с новостями или еще с чем-то. Мы просто описываем все, что нам нужно на этой странице. Вот в таком вот JSON-подобном формате. Что мы здесь хотим получить? Мы хотим получить юзера с айтишником один. У него есть имя, фамилия, какая-то биография, друзья. У этих друзей есть тоже имена, фамилии, время, и допустим, время последней активности нам нужно. Вот. Что означают эти штучки в скобочках? Это просто параметры, по которым будет выгребаться у нас все на бэкэнде. First ten это означает первые 10 записей этой сущности. After это у нас просто курсор, то есть то после какой записи искать. Вот. И каким же будет у нас респонс? То есть, как вы видите, поменялось на самом-то деле не очень много. Вернулся нам JSON с таким же форматом. Вот он юзер, это я, к примеру, да, какая-то биография и друзья. Но так как я человек такой себе, то друзей у меня всего один. Вот. Да. Итак. Friends говорит, что это у нас массив. На самом деле может возвращаться как примитивы, так и массивы. Ну то есть все, что вы опишите на своем бэкэнде. Далее. Допустим, к нам пришло требование. Нам нужно отобразить на нашей вьюхе, помимо имени, фамилии, биографии и друзей. Еще нужно отобразить время последней активности, какую-то аватарку этого юзера. А также вот друзей мы хотим отобразить для каждого друга аватарку, ну чуть с меньшим размером. На самом деле это все кастомизируется на бэкэнде. Вот. На самом деле нам просто нужно добавить вот эти вот строчки. И все. Если бэкэнт наш умеет отдавать эти поля, если мы его научили это делать, то он нам отдаст их просто в таком же JSON формате. Фрагменты. Очень крутая штука в GraphQL это фрагменты. То есть вы можете не описывать, как здесь. Если вы заметили, то у поля юзер и у поля друзья здесь есть два одинаковых поля. На самом деле их может быть гораздо больше. Мы можем эти все одинаковые поля вынести в фрагмент и запихнуть, вот так это выглядит, и запихнуть, просто расширить нашу выборку вот таким вот фрагментом. И вместо этого фрагмента подставится значение вот такое вот. И все. И будет вам счастье. На самом деле туда можно написать просто бесконечное количество каких-то полей, и тогда ваш основной запрос будет очень чистым и лаконичным. Так. Ну и что мы имеем на выходе? Очень важно то, что с GraphQL наш клиент общается с посредством одного endpoint. Один единственный endpoint на все случаи жизни. Что это нам дает? Во-первых, вместо 80 запросов, как здесь, мы сделаем всего один запрос, который вернет нам всю структуру данных, которая нам нужна в конкретный момент времени. Во-вторых, у вас исчезает нужда в использовании, в версионировании в вашем REST API. Вам не нужно пилить новую версию каждый раз API, когда вам заходит требование на какое-то новое поле. Вы просто добавляете это новое поле на бэкэнде в схему, и все. То есть у вас это поле появилось, клиент может его иззять. Если вы хотите избавиться от какого-то поля в вашей схеме, то вы просто обозначаете его как деприкейтед на бэкэнде, и все. То есть клиент получит ошибку, ворнинг вернее, вместе с данными, что чувак скоро этого поля не будет. Так, еще GraphQL идет с офигенной встроенной штукой под названием GraphQL. Это штука для дебага, штука для документации. Это такой швейцарский нож в мире GraphQL. Когда вы описываете свою схему на бэкэнде, любой разработчик с фронтэнда, неважно, мобильного приложения, чего угодно, может перейти на специальный endpoint, на котором крутится GraphQL. Он знает, где ваша схема, он знает полностью ее структуру, он ее анализирует перед тем, как запуститься, и выдает вам отличную документацию по вашим полям. То есть разработчик начинает вводить имя поля, ему подсвечивается, есть автокомплит, который говорит, наверное, ты хочешь ввести вот это вот. Говорит тип этого поля. И также есть подсказки. GraphQL схемы на бэкэнде поддерживают подсказки к вашим полям, то есть description этого поля, что это поле вам вернет, в каком это будет формате. В общем, гениальная штука. Вот как выглядит в принципе дебаг в графикуле. То есть вы просто общепринятый такой формат в графикеле, когда мы хотим получить данные о текущем пользователе, который просматривает страницу, напишем viewer, и это будет как бы поле, описывающее текущего юзера. В нем логин, биография и ссылочка на аватарку. Вернется в ответ JSON, у которого будет поле даты. Это тоже такое соглашение дефолтное, то, что GraphQL возвращает объект data уже со всей структурой данных, которые вы запросили. Кстати, это публичный API гитхаба. У них есть в альфа-версии, крутится, можете прогуглить, не так сложно найти, API они переписывают сейчас свой на GraphQL. Вернее, пишут параллельно существующим RESTful API. Так что можете зайти, поиграться. Пятиминутное дело. Так, для чего GraphQL сейчас не подходит? Для чего его нельзя вязать пока что? Или с оговорками? Для систем с реактивными данными. Может кто-то не знает, что такое реактивные данные. Это когда ваше приложение общается с сервером в режиме реального времени. То есть только что поменялось на бэкэнде, и об этом сразу узнает фронтенд. Но сейчас, уже к моменту написания этого доклада, существовало в спеке описание подписок. Что такое подписки? Вы говорите своему GraphQL бэкэнду, чувак, я хочу узнать, как только поменяется это поле. И он вам бах, прислал там, не знаю, как вы настроите, по сокетам, там, я не знаю, сервер-сайд-эвентс или какой-нибудь другой технологии. В общем, пришлет вам уведомление о том, что чувак, поменялось. Не очень подходит для аппликух со слабосвязанными данными. Ну, я себе мало представляю, что такое аппликух со слабосвязанными данными. Но решил добавить, так как GraphQL подразумевает, что все данные у вас иерархичны. Ну, или хотя бы между ними есть какие-то линки. Вот. Как я показал, соцсеть — это идеальный пример, когда у пользователей есть друзья, друзья имеют подписки, они подписаны на какие-то группы, это все, эта каша, она как-то связана. Какой-то замкнутый такой что-то, структура. Вот. Показания к использованию. У вас плотно связанные данные. То есть, когда, опять же, у вас что-то наподобие соцсетей, ну или, неважно, не соцсетей, там, где у вас есть какие-то связи между данными, иерархия. У вас много платформ, что я имею в виду под платформами, то есть мобильное приложение, мобильная версия сайта, еще какая-нибудь штука, десктопная версия приложения, сайтец и еще что-то такое. Вот. И вы не хотите просто поддерживать для каждого из них какие-то кастомные эндпоинты, кастомные версии API и все прочее. Вы просто создаете одну схему, и когда клиенту что-то нужно, он просто это попросит. Если ему не нужны какие-то лишние данные, он их просто не будет запрашивать. Хотя не так, как с классическим REST, в большинстве случаев возвращается просто все, что есть на этом эндпоинте. Вот. То, что я сказал, вам надоело поддерживать версии API, вы хотите больше декларативности. Так как я в большей мере фронт-энд-разработчик, педалью на реакте, то я люблю декларативность. Мы все там просто описываем. Как что-то делается, это не наша задача, не наша проблема. Так. Недостатки граффель. Не подходит, подходит не для всех типов приложений. Ну, такое на самом деле. Можно взять его везде. По большому счету, но опять же, если у вас есть много данных, их нужно как-то связать с собой, и нужно описать еще раз. Подразумевает совершенно иной подход к построению API. Ну, то есть, пора перестать мыслить там такими штуками, как вот, нужно отправить запрос на этот эндпоинт, там я получу кусок данных, потом взять эти данные, кусочек их отправить на другой эндпоинт, получить еще что-то. Ну, всего этого делать здесь не нужно. Здесь вы все лупашите одним куском и получаете сразу. Все отлично. Так, для того, чтобы разработать на векенде крутую граффель-схему, вам понадобится много времени. Если вы хотите заюзать какие-нибудь фишки крутые из регуляционных баз данных, то это нужно будет поморочиться, чтобы подвязать это все на архитектуру граффеля, на его подход. Это займет какое-то время. Но это все решаемо, и сейчас разрабатывается много интересных решений для того же пасгресса. Да, наверное, и все. Под мой скейль никто ничего не пидалит. Преимущества граффель. Для всех запросов у вас есть один эндпоинт. Да, то, о чем я сказал уже, очень круто. Не нужно слать десяток мест просто какие-то запросы. Человекоприятная структура запроса. Ну, то есть вы просто описываете то, что вам нужно. Вы не задумываетесь о том, как это получить. Вы говорите, я хочу это, это, это. Он вам возвращает то, что вы попросили. И все. Исключает вероятность оверфетчинга и андерфетчинга. Если вы, к примеру, работаете над мобильным приложением, и вам не нужны какие-то данные, что-то, что нужно только для десктопной версии, вы этого не получите, потому что вы это не попросите. Граффельдер – это только то, что вы попросите. Или же у вас не будет никогда такого, что вы получите меньше данных, чем ожидаете. Вы получите только то, что вы попросили. Имеет встроенное средство отладки графику. О нем я уже сказал. Отличная штука. Зайдите попробуйте на гитхабе. Снижает количество сетевых запросов. Опять же, за счет того, что у вас один эндпоинт, для каждой вьюхи вы зовете сервер только один раз. Разрабатывается Facebook. Так, как я уже сказал, спеку разработали Facebook. Они напилили референсную имплементацию на JS под ноду. Активно развивается сейчас Талиба. Дофигища контрибьюторов. Все круто работает. Буквально вчера прилизнулась 0.9.4 версия. То есть постоянно идет работа над ним. Низкий порог вхождения для фронтенда. Фронтендеру, чтобы начать работать с GraphQL, нужно от силы день. То есть объяснить ему, что пиши JSON только без значений пропертей. Все, получишь JSON со значением пропертей. Ну, как-то так это работает. Кем используется? Ну, естественно, Facebook. Они его напилили в году так 2012, наверное. Вернее, начали над ним работу. OpenSource 0 где-то в 2015, наверное. Вот, и продолжают активно над ним работать. Сейчас существуют реализации под все самые популярные языки, будь то PHP, Java, Node, JavaScript, Swift, Elm. Ну, короче, под много-много всяких языков есть реализации. GitHub. Как я уже сказал, они пилят GraphQL API. Drift, Pinterest. Начали юзать практически сразу же, как только open-source-нулся. GraphQL и Coursera. Так, ну, тут списочек просто всяких тулзовин. GraphQL Express из названия, понятно, для ноды, для фреймворка Express, чтобы быстренько встроить, встраиваться одной строчкой. Ввязывается к middleware, кто знает, что это такое. GraphQL, средства для отладки я от него уже сказал. GraphQL, бас для GraphQL бэкэнда. Там чуть ли не в drag-and-drop режиме формируется офигительная, эффективная схема. Но это платно. Reindex что-то похожее на GraphQL. Apollo это либо для большинства поддерживает, не большинства, много поддерживает фронт-энд фреймворков, таких как Angular, React, Ember, по-моему. Вот, прикольная штука. Если вы педалите на чем-то отличном от React, то юзайте это. Если вы педалите на React, то юзайте Relay или React Native. Потому что Relay это просто бомбическая вещь. Я ее пробовал. И вы там подвязываете ваши компоненты, которые вы рисуете на React, вы подвязываете их плотно к тем данным, которые у вас есть в GraphQL схеме. И ваш UI не будет отображаться до того, как не потянутся данные с бэкэнда. Плюс там есть много всяких штук. К примеру, пагинация из коробки, причем умная пагинация. Она понимает, когда что-то добавляется, что-то удаляется из выборки. Ну, в общем, много можно о нем рассказывать тоже. Это, наверное, тема отдельного доклада про Relay, потому что он меня очень впечатлил. Ну, вот на GitHub есть крутая линочка, как и для многих других тулзовен. Awesome GraphQL. Здесь можно почитать о всех этих штуках, посмотреть на них. Куча линок на примеры и классных вещей. Ссылочки. Официальный сайт. Там все новости последние. Все доклады. Очень много интересных штук. Если вы хотите начать знаком с GraphQL, начните его отсюда, потому что там на очень доступном уровне все написано. Там же есть линка на спеку. Вы можете запедалить. Если под ваш язык, я не знаю, на чем вы можете педалить, не знаю, на Delphi, нет реализации, то идите туда и пилите свою реализацию. Вот, что я могу сказать. Так, здесь вот есть гайдец по построению. Очень простой, доступный для, если вы хотите попробовать на бэкэнде завести GraphQL. Ну и водное видео, это вот когда его open source или как раз там первые рассказы о нем. Тоже неплохая точка старта. Спасибо, вопросы. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня первый вопрос. Правильно я понимаю, что чтобы выгрести данные посредством этой технологии, мы отправляем постзапрос? Да. То есть получается постзапрос не кешируется. То есть с кешированием так себе здесь. С кешированием, смотрите, в чем дело. GraphQL это просто, опять же, спека. Все зависит, как у вас будут кешироваться, не кешироваться данные, зависит от вас то, что вы знаете на фронтенде. Это на самом деле GraphQL очень глупая вещь, как в разрезе вещь в себе. То есть она говорит, как вы должны отправлять данные на бэкэнд. Бэкэнд должен знать, как вам эти данные вернуть. А фронтен должен же сам решать, нужно ли вы кешировать или нет. Вы должны ее заводить, если вам нужно кеширование или какие-то такие всякие навороты, почему это не работает, то вот вам, где этот лазер, Apollo или Relay, они поддерживают это все в себе и всякие такие умные вещи они умеют делать. GraphQL сам по себе вообще ни черта не знает о вашем фронтенде. Он знает только, вот пришел мне такой запрос, отдам тебе. Я понял. То есть получается, это как бы не замена REST API, это какое-то дополнение, потому что мы же не можем пихать данные на сервер посредством GraphQL. Это только на выборку. Транспорт вы сами обеспечиваете, как вы будете это все пихать. GraphQL просто говорит вам, в каком формате отправлять данные, чтобы хорошо было работать. Хорошо. Можно ли его полноценно использовать как замену REST API? Это и есть замена. То есть REST API, по сути, это тоже написание того, как правильно строить. Да, но там можно отправлять пост, патч, а тут… Тут нет такого. Тут вы все шлете через пост, наверное. Или как вы это настроите, опять же. Это все зависит от вас. Ну, а есть как бы, не знаю, best choice, как, например, правильно или… Ну, например… Канонически… Канонически… Спека, насколько я знаю, об этом молчит. Рилей же, например, вот я его использовал, я его дебажил, и там все шлется посредством поста. У вас нету пута ничего. Вы просто шлете пост. А как сказать, например, вот это хочу обновить, а не… Вот, теперь понял ваш вопрос. К чему вы ввели? Когда мы хотим обновить данные, здесь я этого не отразил. Исторически так сложилось, что этого никто никогда не отражает в докладах по графике L. Не знаю, почему. Вы говорите, вместо юзер… И вот такие вот скобочки, вы говорите create user и передаете сюда какие-то параметры. А backend уже знает, что create user, поле в вашей схеме, означает создание. То есть это мутация. Можно… На самом деле, это претифайнутая версия запроса. На самом деле, принято еще писать слова query или же слово mutation, которое говорит для бэкэнда вашего, вернее, для бэкэнда даже, а вот вам в своем случае лучше узнать, что это создание данных или получение существующих данных. То есть вы просто говорите, поле create user у нас будет значить создание нового юзера. И здесь вы в скобочки пихонете просто параметры, с которыми создает этого юзера. Вот так вот. Спасибо. Следующий вопрос. У меня скорейше питание, вы думаете об этом? Все. Нужно что добавить, добавляется поле и правила по его резолу. Спасибо за доклад. Вот с предыдущего вопроса прозвучал этот о том, что пост-запросы висюду, но по сути это же как select, ну то есть это просто чтение, правильно? Ну, выборка данных, да. И получается нарушение спецификации HTTP, да, что пост-запрос по сути это изменение состояния сервера. Это REST диктует нам какие… Это не REST, это HTTP. Да, ну ладно. Диктует. И получается, что как бы с таким, соглашаются с таким нарушением, то есть… От вас зависит. Вы можете, блин, ну не знаю, сказать, если у вас есть мутации в вашем запросе, вы это пропарсите все на фронт-энде, скажете, ага, есть мутация, блин, ладно, сделаю-ка, это put там, не знаю, create. То есть это регулируется уже? Это, я же говорю, GraphQL я же сказал в самом начале, что это спецификация. Спецификация того, как вы должны, в каком формате вы должны послать, как вы посылаете этот запрос к GraphQL вообще глубоко параллельно. Получается, с другой стороны, пост-запрос, он не кешируется браузером. И мы можем перечитать следующий запрос с новыми данными, по сути. Кешированием данных занимается ваша реализация фронт-энда. Как вы это настроите? То есть, опять же, вернусь к релею. Релей кеширует данные внутри себя. То есть внутри там какого-нибудь, наверное, сториджа, локал сториджа. Он это все сохраняет, и там где-то это все лукашет внутри, там у него все очень хитро, и он умеет это все, он запросит только то, что нужно в текущий момент, и что, ну, то есть он не будет тягать все подряд каждый раз. Я так понял, через заголовки, да? Через заголовки… Как это релей внутри себя делает? Бэкэнд через заголовки может, в принципе, кешированием управлять? В принципе, да. Но по умолчанию get-запросы кешируются браузером, а post-запросы не кешируются. Ну, наверное, поэтому так это и сделано. Спасибо. Спасибо за доклад. У меня, скорее, несколько уточняющих моментов. Вопрос того, как мы боремся с такими с версионированием, я бы сказал, не закрылся. Потому что, в общем-то, я думаю, что у меня получится придумать расклад, когда у меня вот этот формат данных поменяется настолько, что у меня две версии API будут несовместимы. Куда уходит версионирование? Я не могу представить такого кейса, потому что, допустим, поменялось у нас поле friends. У нас теперь не friends, а мы взяли и написали транслитом друзья. Вот здесь, знаете, латиницей. И мы можем, ничто нам не мешает, просто оставить friends и друзья. Но пометить friends как deprecated. Это дублирование, это временное решение. Да, ну то есть, а потом мы скажем, что это deprecated. А сколько мы их будем поддерживать? А? А сколько мы их будем поддерживать? Откуда мы будем знать, откуда кто пришел? Мы можем написать deprecated, и это будет ошибка сыпаться при дебаге у фронтендера. То есть фронтендер будет видеть, что что-то не так с этим полем. Ну ладно. Я не вижу в этом проблемы просто. То есть, отвечая на вопрос там, это такая, изощренный способ вместе бэкэндеров фронтендером. У нас deprecated. Теперь ваша очень. Не напоминает ли эта штука, скажем так, смесь, берем JSON-RPC, который работает тоже постом, после этого вспоминаем, то, что у нас был SOAP, который всех заколебал, потому что XML. Берем JSON, выкидываем из него запятые, ну вот как-то вот так. Ну это JSON, да, без свойств и без запятых, без значений. Скобочки круглые. Что, где? Вот эти? Парабельцы. Ну блин, что-то убрали, что-то добавили, знаете, тут уже. Ну в общем, больше как бы никаких особых профитов нет. Ну, то есть это просто более удобно. То есть я потратил полчаса своей жизни просто так, да? Вы не увидели профит? Я недавно чуть больше на это потратил, так что нормально. А, да, и последний момент. Где-то было сказано про то, что GraphQL очень прост для фронтендеров, проще, чем все остальное. Да. А простой RS-запрос, там, где там вот этот параметр собрали? Камон, это что, просто по-вашему? То есть это лабуду городить? Ну не круто, я понял. Все фронтендеры знают, что такое JSON. Как вы уже сказали, строка, но тут уже сложнее, знаете, мы фронтендеры. Спасибо. Это знаем. Вопрос. Да, спасибо большое за доклад. Ну, собственно, наверное, всех терзает такой вопрос. Вот у меня есть обычный блок, там юзеры, посты и комменты к ним. Идеально. Предоставляет ли GraphQL какую-то либу, вот как мне, собственно, сделать API для вот такой, ну, элементарной системы, и есть ли вообще эти механизмы, то есть я могу там композер 3TT required, что-нибудь GraphQL там PHP, ну, вообще, как вот механизм вот натянуть вот эту штуку на элементарную… Смотрите, вы можете, я понял ваш вопрос, вы можете, как сделать, если вам так вот болит и вы хотите поддерживать и REST API, и хотите попробовать GraphQL, вы берете просто, вставляете это как промежуточное звено. GraphQL ничего не знает о ваших данных, вернее, он не знает ничего о том, как они хранятся, и ему абсолютно по барабану, как их получить. GraphQL внутри себя может сделать запрос к вашему API и вернуть это уже все в идеальном формате вот таком вот. Не-не-не, я чуть-чуть не об этом, я вот конкретно… Что мне надо написать в консоли либо в IDE, чтобы получить GraphQL? Смотрите, я же сказал, что есть реализация под многие языки, в том числе PHP, это 100% есть реализация. Я еще, честно, на ней ничего не читал, не знаю, как она там работает внутри, но она точно есть, она довольно популярна на гитхабе, так что попробуйте. Да, отвечая на ваш вопрос, да, решение есть. Ну, спасибо. Спасибо за доклад, я тут. Я не вижу, увижу все. Вопрос, как в этом случае мы организовываем уровни доступа, то есть если в обычном варианте мы разные endpoints, можем раскидать там с разными уровнями доступа юзеров, как в GraphQL, допустим, одному юзеру не дать возможность получить комменты, но дать возможность получить посты, ну и так далее. Опять же, это, наверное, тема для отдельного доклада, но если в двух словах, есть офигенная статья на Medium от одного из евангелистов GraphQL, он как раз таки описывал эту проблему. к примеру, вы можете, в принципе, ничего вам не мешает лупашить ваши хедеры, какой-нибудь токен, по которому будет бэкэнд ваш понимать, что это за юзер и какие ему дать уровни доступа. Обычно так реализовывается. Опять же, вот это вот, где-то было у меня, оберточка viewer. Например, когда я делал небольшой такой облегуху, чтобы разграничить, опять же, уровни доступа, я вот этому viewer передавал токен и просто проверял его на бэкэнде, типа, что это за пользователь, какие поля он может получить. Если он не может получить какое-то поле, допустим, или не может обновить какое-то из этих полей, то я просто не даю ему этого делать. И все. То есть на самом деле вы можете, я это использовал для этих целей, токены, я их просто лупашил с каждым запросом и таким образом понимал, что за пользователь ко мне пришел. И все. Да. Еще вопросы? Бегу. Куда-нибудь. Ну, давайте. Спасибо за доклад большое. У меня маленький вопрос. Основные отличия от JSON-AP спецификации, кроме того, что у нас здесь один endpoint. В JSON-AP спецификации мы тоже самое можем делать. Получать определенные поля, или получать все relations-сущности. Смысл? Это модно-молодежно? Ну, да. Во-первых, да. Это модно-молодежно. Сто процентов так и есть. Вот. Во-вторых, есть огромная поддержка, есть комьюнити, которая создает очень много инструментов для работы с GraphQL. В-третьих, его поддерживает Facebook и развивает очень быстро и круто, и они постоянно добавляют какие-то новые штуки в спецификацию. и это очень логичные добавления, как по мне. Это не так, как с AdSync скриптом было до недавнего времени. Там, терились по 6 лет, пока что-то новое сделать. Вот. Поэтому для меня, почему я решил потрогать эту штуку, вообще попробовать ее где-то и взорвнуть, это, наверное, тот пункт, что много всяких инструментов, много интересных лип, много интересных решений. Это что-то новое, интересное. shiny new cynics, как, знаете, вот говорят. Так вот я ответил, да? У меня вопрос. Спасибо за доклад, во-первых, а во-вторых, это с помощью GraphQL отправка файлов. Например, вот у нас есть юзер, мы хотим ему поменять аватарку. Вот средствами GraphQL на PHP как-то разруливает, что будет отправляться файл, потому что как мы разберем HTTP запрос, ну, как бы сами понимаем. Интересный поинт. Я не сталкивался с таким. Ну, думаю, как-то это можно реализовать. На самом деле вы можете во всяком случае, если это невозможно сделать именно встроенными средствами GraphQL, GraphQL очень плагабельная штука, в нее можно запихнуть все, что угодно, и вы можете добавить какую-то вашу схему на бэкэнде, вы можете просто добавить какую-то кастомный обработчик, который сможет заканчить такую ситуацию. Я уверен, что так можно сделать. И плюс еще вопрос у меня есть насчет это выгрузка, например, большого количества данных, например, когда ну, Пыха, например, не справится на двух гигабайтах выгрузки, например, 100 тысяч, 200 тысяч записей. приходится там использовать MySQL, грубо говоря, CSV, ну, выгружать тупо из MySQL базу, да, например, ну, из базы в CSV-шник, например. То есть GraphQL, ну, по GraphQL спецификации позволяет ли это делать, ну, возвращать CSV-шники, например? Но CSV-шник по сути это просто текст. Почему вы не можете… Он как бы не JSON. Смотрите, GraphQL говорит, что вы можете вернуть на ваш запрос только JSON. Что будет в поле значением какого-либо из полей этого JSON-а ему вообще глубоко параллельно. То есть вы можете запихнуть в какое-то поле ваш CSV-шник как кусок текста огромного и пожалуйста. Следующий вопрос. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Если я правильно понимаю, мы просто взяли первую, вторую, третью и так далее версия API, REST, кучу проблем костылей на бэкэнде для поддерживания всего этого. И что же мы получаем в итоге? Какой у нас профит от использования именно GraphQL против REST? Frontend. Frontend, да. А то, что на Frontend сыпется deprecated, если мы там что-то поменяли, тоже незадача. Вы, наверное, плохо слушали. Потому что я сказал о том, что вот это вот, вот эти вот цифры магические, 80 против одного, это все у нас количество запросов. 80 запросов для получения 20 постов с тремя комментами превращается просто в один запрос. То есть мы должны полностью поменять концепцию бэкэнда для того, чтобы просто сделать запрос короче? Вы не должны менять концепцию бэкэнда. Вы можете параллельно настроить, как делает сейчас GitHub. Вот вам визуализация гитхабовского API. Вы можете спокойно дергать REST ваш, просто не заморачиваясь. Но они сделали просто красивую оберточку для фронтенда, чтобы не нужно было лупашить миллиарды, держать в голове, читать эту доку, скроллить, какие есть импоинты. Вы просто видите схему вашей базы данных сразу. Вот, для фронтенда это все. фронтенда для бэкэнда нет большой боли. Она чуть больше, но ее нет много. Спасибо. Это так всегда было, типа, ну, графки здесь не проблема. Вопрос? Извините, я вас не услышал. Когда, допустим, когда проект портится, можно уже внедрять, то есть даже на старые проекты можно графки ехать. Безусловно, можно, блин, не знаю, как это, крейглист, да, вот, знаете, сайтец такой, всегда пример его приводят, американские дебюлени, там, где просто вот он существует с 80-х, ладно, с 96-го года, вот, он не обновляется, даже туда можно накрутить спокойно графкель, потому что графкель может просто взять в охапку ваши все вот эти вот энпоинты, положить их сюда, и на выходе будет у вас один графкель энпоинт, который он будет знать, графкель будет знать, как получить все данные, чтобы не пришлось думать об этом фронтендеру, и будет торчать наружу всего один энпоинт графкель, который будет отдавать все, что только можно с бэкэнда. Спасибо. Это все из коробки. Ну вот, вот это вот, нет, слышно, вот это вот, то, что есть из коробки графкель просто, и все. То есть не нужно ничего писать на бэкэнде дополнительно для того, чтобы появился вот это вот окошко, оно есть из коробки. Еще один вопрос. Скажите, вот графкель, это больше интерфейс в базе данных или это все-таки система хранения данных? То есть это интерфейс? Это интерфейс, это не интерфейс для работы с базой данных, это интерфейс для общения клиента с бэкэндом. Вот так вот, я бы сказал. В графкель мы храним данные, Мы не храним в графкеле ничего, а графкель не знает о том, как вы храните данные. Он только знает, как их получить и как их отдать через гидендпоинт клиента. Тогда такой точняющий вопрос, откуда он их умеет получать? На бэкэнде, так как я фронтендер, я не вставлял сюда куски из бэкэнда, но на бэкэнде что вы делаете? По сути, вы описываете каждое поле вот этого, что здесь есть в формате тип, вот вы пишете логин, у него есть какой-то тип, это строка, там огромный набор типов и функция resolve, которая умеет получить значение для этого поля. То есть граф келл обращается к нижнему интерфейсу? К любому, да, неважно, что это у вас, напрямую в базе, на какой-то другой эндпоинт, куда-нибудь еще там, телепатический, ну то есть есть функция resolve, которая знает, как получить данные и все. Понятно, ну то есть это ключевой момент, что это именно интерфейс, а не хранение базы. Абсолютно верно. Спасибо большое. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, как понимаю, чтобы мне на PHP, на бэкенде завести граф келл, мне нужна некая имплементация граф келля на серваке. Если у меня база данных, допустим, MySQL, которая вообще не графоориентированная, то все будет зависеть грубо от имплементации пэккеджа, PHP пэккеджа? Нет, нет. Я только что сказал, что у граф келля есть функция resolve. Она знает, как получить значение для конкретно выгребаемого поля. То, как вы выгребаете эти данные, зависит только от вас, не от имплементации граф келля. Граф келль ничего не знает о том, какая у вас база данных, как она там хранит, в файлах, еще как-то, но ему абсолютно не важно граф келля. То есть получается, сам описал схему, сам написал resolve. Да. Спасибо. И фронт-энда. Четыре раза что-то искал. Не важно, что это. Это может быть другой бэкэнд. Бэкэнды могут общаться между собой через граф келля. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Значит, вопрос, возвращаясь к файлам, передаче файлов. Там можно же передать побитого этот файл? Можно, да. А ограничения есть? Сколько я могу в поле записать? Ограничения вашего канала связи. Ага. То есть все хорошо. В общем, это весь. Еще вопросы? Все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.